Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители информационного агентства Хакасия. Сегодня у нас в гостях руководитель Федерации профсоюзов Хакасии Евгения Ольховская. Здравствуйте, Евгения Васильевна. Добрый день. Евгения Васильевна, позвали вас с таким поводом, чтобы внести и расставить, как говорится, все точки над «и». Что же будет с традиционным шествием, митингом на 1 мая и в каком формате Хакасия встретит праздник трудящихся? Да, очень хорошо, что вы пригласили, потому что очень много изменений. Изначально планировалось и было принято решение провести шествие, митинг в традиционной форме. Но с учетом требований безопасности, с учетом обстановки в стране отмены бессмертного полка, Совет Федерации профсоюзов Республики Хакасия принял решение проводить только те мероприятия, в рамках которых мы сможем обеспечить безопасность наших граждан. А это митинги, концерты, площадки, встречи трудовых коллективов и всевозможные спортивные мероприятия. В Абакане шествия не будет традиционного. Будет праздничный концерт на Первомайской площади. И с целью безопасности будет досмотр в рамке металлоискателя установленный. Проход на площадь начнется с 9.30, а сам концерт будет в 11 часов. Приглашаем всех жителей города, гостей нашего города на данное мероприятие. Это будет понедельник, вторник у нас день рабочий, непривычно, да, после Первомайских праздников. Поэтому очень ждем, что все свои дачные дела вы сделаете в субботу-воскресенье. А в понедельник будете на нашем празднике. Тем более, что в рамках этого праздника будет у нас проводиться и профсоюзная перекличка, и будет выступление наших любимых артистов из Республиканской филармонии. И еще, пользуясь вот случаем, хотела бы сказать, что также шествие было отменено в городе Черногорск. И в городе Черногорск у нас состоится митинг, который начнется в 10.30 часов тоже 1 мая. Поэтому всех жителей города угольщиков приглашаем присоединиться к этому празднику. Ну и в преддверии праздника по традиции вам слово с обращением к членам профсоюзов и просто к жителям Хакасии. Уважаемые члены профсоюза, трудящиеся в нашей республике, жители, что хочу сказать, в этом году резолюция наша, обязательный атрибут 1 майский, проходит в онлайн формате. И проголосовать за нее можно с 25 апреля по 2 мая. Там как раз все наши основные требования, в том числе и касающиеся повышения заработной платы, установления каких-то четких критериев оплаты труда и многие другие требования, которые мы выдвигаем, которые мы требуем от нашей власти, от работодателей. А от себя лично хочу всех поздравить с этим замечательным праздником, пожелать всем здоровья в первую очередь, благополучия семейного, чтобы у всех была любимая работа, и чтобы ваши близкие вас всегда поддерживали. Ну и в наше непростое время также хочу пожелать вам всем мира и добра. С праздником!